Мы даже не с вами говорим, что мы русские, а нас уже не любят. Просто немножечко белишко кто-то простернул. Хоть бы шторм начался. Это центр веселья. Мне только что предложили гасшиш. Пищем в Мишеловский ресторан. Двойняшки ссорятся. Так мило. Короче, я сейчас нахожусь на самой крайней точке Европы. Запомните этот момент. Я сейчас нахожусь на самой крайней точке Европы. Запомните этот момент. Сейчас Фариска будет сноситься. Да видно, что мы гасшиш не купили в итоге. Нет, не купили. Ну давай, Фариска, теперь ты у нас влог ведешь. Наконец-то мы сели для того, чтобы пообедать. И здесь есть дыня с хамоном. Вы себе можете представить, как это круто. Мы вообще с Фарисой ехали и думали о том, что здесь будет хамона, так же, как в Испании. Вы знаете, там музеи хамона, целые магазины хамона. И нифига, здесь его просто-напросто нет. Но что, здесь очень много морепродуктов. И рыбы, я друзья. Так, мужики, я мщу всем девушкам от вашего имени, от нашего имени, за то, что они постоянно едят с наших тарелок. И я заказал всего лишь один салат и буду сейчас у них есть. Без комментариев. Знаете, как это делается? Вот здесь бери. Я сейчас найду возможность съесть вот это. Спасибо. Попробуйте хамочек с Дэней. Я сейчас выкладываю фотографию, она смотрит на нее и такая говорит мне, это моя фотка. То есть мы стояли просто рядом, и шел трамвай. Мы его каждый сфотал. И она такая, типа, у нас будут одинаковые фотки. Что? Ой, у тебя такой сейчас хитер, как у меня, все, я его не буду носить. Ты это ты, а я это я. Ты эту душу из головы укидывай, пожалуйста. Вино пьет Фариз, а она пила Сиана. Двойняшки ссорятся. Так мило. Здесь очень крутые магнитики продаются. Как плиточки. В Португалии можно пить воду из-под крана. Говорят, чистая вода, прям, типа, можно вообще не напрягаться. Мы не напрягаемся. Мы покупаем воду в бутылках. И используем только для чая воду. Но она здесь, короче, чистая. Просто имейте в виду, что можно расслабиться на этот счет. Смотрите, какие маленькие двери. Вот прям вот очень много вот такого размера дверей. То есть мне, ну вот, короче, зацените высоту дверей. Очень маленькие люди здесь жили раньше. А вот здесь очень большие, а вот здесь их слуги жили маленькие. Все, увидели магазины и больше нету со мной женщин. Вот из таких вот камушков сделано мощеное практически все улочки. Ну вот эти мелкие, по крайней мере, очень красиво смотрятся, кстати. Девушкам на каблуках здесь реально нечего делать вообще, потому что здесь не пройти. Как за границей, блин. Как только начинаются какие-то магазинчики, маленькие, с сувенирами, одинаковые, девчонки заходят в каждый из них. Не знаю, может быть, это так кажется, но пока такое ощущение, что они не очень приятливые, как бы. Себе на уме немножечко. Вот тут туристов-то как-то маловато, чтобы они их задолбали, но как будто бы задолбали, да. Мы даже не с вами говорим, что мы русские, а нас уже не любят. Ну Яна сейчас подошла, начала снимать чувака, которого я до этого снял. Мужичок сидит, играет какие-то мелодии там, блин, на гитарке на своей. И Яня такой, типа, нихера не снимает, деньги не платил и не снимает, блин. Что за херня вообще? Сидит, место занимает там. Португалец, блин. Фарис, ну ты чего, блин, грустная ты такая, реально. Я не грустная. У тебя все нормально, точно? Кручно. Короче, нам кажется, что португальцы не самые приветливые в Европе. Вот что я вам скажу. Здесь смотровая площадка, но в принципе с ней ее видно все то же самое, что и со всех остальных смотровых площадок здесь. А меня сейчас только что назвали итальянкой. Наивысшая степень похвалы. Афоризм никак не называют, а на итог здесь местная. Чего-то взгрустнул и начала дверь фотографировать. Я не думала, что мой трамвайчик выложенный произойдет у нее такое неизгладимое впечатление. Так сказать, урон по душе и сама люди. Она очень серьезно относится к инстаграму, видимо. Как к искусству. Смотрите, какое дерево. Но интереснее не дерево, а его какие-то корни. Что это такое вообще? Она такая уникальная, вот и все. Метастаты. Фарис, блин. Вот откуда ты все знаешь, Фарис? Так ты МГУ закончила. Мне очень нравится, когда уличные художники реализуют себя какими-то прикольными работами. Ну, например, вот такими вот. Ну, это действительно классно смотрится. Я бы даже сказал, что без этого город был бы, наверное, немножко поскучнее. Смотрите, какая плиточка клевая. Блин, не могу не сфотать эти звоночки. Вот тоже, видите, заброшенный дом. Полностью закрытый на цепь. Вы не представляете, насколько интересно мне сейчас зайти было бы посмотреть, как это все выглядит. Я бы сейчас прям даже большие деньги за это отдал бы, чтобы просто походить, посмотреть по комнатам, что там раньше было. Фотографии вот этих вот дверей тоже скоро у нас появятся на Hollow Gallery. Я ношу с собой постоянно камеру. Большую профессиональную камеру я, конечно, ленюсь с собой носить, но она очень большая и очень неудобна. А маленькая камера всегда в руках, и маленькой камерой я очень часто пользуюсь. И фотографий благодаря этому получается реально много. Вот это тоже классно будет сфотать, потому что здесь сушилка для белья такая сломанная. Ну, короче, прям такая типа история. Вот это слишком новейшая история. Вот это нахрен здесь не нужно. Честно говоря, мы не ожидали, что здесь такая классная погода. Погода в смысле здесь прям вот тепло. То есть тепло настолько, что мне в кофте жарко. Я бы сейчас ее снял и шаг ходил бы в футболке. Мне просто уже в рюкзаке некуда запихнуть, потому что набрали с собой на всякий случай запасных вещей тепло. Конец ноября, декабрь практически в Лиссабоне. Идеальная погода для путешествий. Даже когда здесь похолоднее, здесь все равно комфортно. Говорят, что ветра бывают холодные, поэтому мы взяли с собой пуховички, теплые куртки. Но это все такое, знаете, чисто подстраховка, как я понял. Это центр веселья в Португальском. Где никто у нас куры не клюют, поэтому только Мишлены никак иначе. Пищем в Мишленовский ресторан. Пока по жвачке просто, чтобы отлечься. Фига, тут кто-то распластался прям. Зарабатывальщик денег. Здесь прям атмосфера, как в Париже, около собора Сокрикер, на горе, который находится. Здесь тоже, потому что на горе, и здесь тоже много народа. Наконец-то это случилось. Мы идем в магазин традиционных португальских рецептов, который называется Паштелария. Паштелария. Это, блин, очень вкусно. Если вы будете в Португалии, если вы будете в Лиссабоне, вы просто обязаны это попробовать. И они говорят, что должно быть свежее. Хотя сладкое не бывает свежим и не свежим. Очень рынок знает. Они стараются, только когда для яйного телефона пишут stories. Это пища богов просто. Это самый вкусный десерт, который я где-либо пробовал вообще в мире. Это даже круче, чем Наполеон. Скажешь, да, да. Да, да, да. И ты скажешь, да, да. Да, да, он нас оставляет и бьет. А ты, Цуриха, считаешь, с собакой или с сыном? С сыном, конечно. Все, поняли? От собак слышу. Здесь как будто декорация к фильму какому-то. Скажи, очень красиво, ну что-нибудь скажи. Очень красиво, ну что-нибудь скажи Борису, пожалуйста, скажи что-нибудь. Бориске так много во влоге, потому что она постоянно норовит что-то сказать на камеру. Тем временем хочу что-то сказать на камеру, лишь бы на камеру сменяли. Обожаю, когда снимают на камеру, когда я что-то говорю. Может, еще надо что-нибудь сказать. У меня даже не смех. Не смех даже, а кое-что другое такая шутка хорошая. Ну, шути. Ой, ой. Ну все, нарушили, все нахер просто. Аут лоток сказать. Девчонки для своего бренда украшений для линейки покупают в разных странах различные материалы, короче, для того, чтобы делать из них украшения. Это стала традицией уже. Стремно. Мы практически на фабрику приехали к Яночке. Да, к Яночке. Наши цацочки будут самые лучшие на свете. Смотри, это такая саванна, она похожа на пингвинечку. Класс. Яна на протяжении последнего полугода или года, наверное, уже постоянно везде ищет вот эти цацки. Чили не по пляжам ходит, собирает эти камушки. Все, где можно просверлить дырочку и сделать из этого браслет, либо какое-то украшение, идет вход. И это, на самом деле, очень прикольно, потому что каждое украшение сделано реально с душой. Вот, блин, мы, по-моему, такие люди с Яной, такие фанатики, перфекционисты, то, что люди берут в основном какую-то идею и просто берут и запускают сразу. У нас же, вы себе просто не представляете, сколько это все стадий проходит, каких-то пережевываний в голове сначала, потом каких-то там примерок, создания. Я всегда мечтал создать что-то новое и необычное. И очень классно, что у девчонок моих это получилось. Я вышел на какую-то пешеходную улицу, где огромное количество народа, что-то типа Арбата нашего. Очень много магазинов, очень много людей, кафе. И здесь, наверное, самый эпицентр туристов. В общем, пойду обратно на тихую улочку. Когда мы собирались в Лиссабон, мы обсуждали с девчонками то, что, блин, каждый вечер будем есть дыню с хамоном, так же, как мы и делали, собственно, в Мадриде и в Барселоне. В итоге мы пока не можем уже второй день найти нормальный магазин, где продается хамон. Я имею в виду, где вот именно тот самый хороший хамон. Не вот этот тот, который продается в вакуумных упаковках во всех супермаркетах, даже в Ашане здесь, по-моему, есть. А именно нормальный, настоящий, вкусный хамон. Надеюсь, мы найдем какой-то специализированный магазин. Все-таки Испания-то рядом, блин. Мне только что предложили гашиш, если кто слышал. Где? Вот чувак там. Второй раз уже предлагает гаши. Я к нему. Тебе что, не хватает тут эндорфинчиков? Короче, мы опять на Арбате. Я не знаю, зачем я их сюда привел, потому что здесь много магазинов. Я уже устал, хочу домой, а мне приходится здесь с ним ходить. Но я их сам сюда привел, поэтому я сам виноват. Не водите сюда свою жену на эту улицу. Да видно, что мы гашиш не купили в итоге. Нет, не купили. Выдыхай. Смотрите, как просто гениально придумано, чтобы каждый хлеб не трогал руками. Короче, есть вот такие лопатки, в которые ты берешь хлеб. Вот таким вот образом. И переносишь его вот сюда. Так просто и так круто. Спортилась погода. Выглядит это достаточно грустным образом. Сегодня утром я хотел, чтобы на завтрак что-то купить. Это было прям еще то приключение. Весь насквозь мокрое. На пару метров, наверное, залетает. Смотрите, на плиту даже капли капли. У меня есть одна проблема. У меня просто жопа горит сидеть дома, когда мы находимся за границей, когда можно погулять, что-то пофотографировать. И сейчас очень хреновая погода. Но, блин, ну просто я не могу сидеть дома, реально. Нужно что-то делать. Я готов сейчас промокнуть насквозь, потому что на улице, на самом деле, вот при всей вот этой вот красоте окружающей меня, сейчас 17 градусов, если я не ошибаюсь. И прямо вот реально тепло. Смотрите, какая грустная картина. Ливень, ветер, сушится белье. И часть этого белья валяется уже внизу. Я, честно говоря, думал, что когда я попаду на вот эти маленькие узенькие улочки, не будет же такого ветра и такого дождя, но не тут тупой лор. Этот зонтик помогает просто не мочить лицо. Все остальное мокрое. И мокрым я стал примерно за 3 минуты в своем путешествии. Мне кажется, Лиссабон в первую очередь красив именно тем, что много деталей. Много не очень красивых деталей, но очень разных, которые сливаются в одно единое целое. Смотрите, какое граффити прикольное. Блин, вот такие граффити круто. Вот даже учитывая, что старый город Европа, но вот такие граффити смотрятся очень здорово. Прямо на фоне этого граффити невозможно не записать кусочек видео, потому что оно прям красивое. Мне кажется, я сам нашел улочку, одну из самых узких улочек, где проходят трамвайные пути. Интересно, какого года вот эти вот замки. В моем путешествии меня один момент смущает. Я всегда иду с горки. Обратно я чувствую, я просто подохну подниматься. Давайте вверх попробуем наконец-то. Смотрите, какие двери. Походу, дождь заброшенная. Блин, надо, наверное, все-таки сюда залезть. Проникновение без лома, зонтом, мне кажется, это смягчающее обстоятельство для туриста, который не говорит португальски. Я думаю, здесь ничего сейчас не видно. Очень хреновый свет, блин, я туда не пойду. Ну, света мало, у меня нет ничего, чем подсветить. И я не готов лазить туда, вглубь. Очень много заброшенных зданий в центре города. То есть, просто открытые двери, разбитые стекла. И выглядит это все немножко так зловеще, пугающе. Потому что сами дома по архитектуре такие, прям видно, что старые, и видно, что с историей. Единственное, что меня бесит в дождливую погоду, то, что, во-первых, мой зон сдувает постоянно. Он в одну сторону, в другую раскрывается. Во-вторых, постоянно мокрый фотоаппарат с постоянно мокрым объективом, который приходится протирать, на нем остаются разводы. Вот таким вот образом приходится работать. Периодически приходится доставать футболку и протирать камеру. Очень круто. В некоторых местах здесь все прям светит и пахнет. Узкая улочка, в которой прям вот чисто по ширине зонта. Не, нифига, не по ширине зонта. Опять маленькая кафешка, здесь паштель до нато продается. Другие десерты, кстати, не менее вкусные, но просто основной топчик это вот эти, конечно же. Здесь открыты некоторые вот эти дома, некоторые квартиры, и запах такой, как в деревне. Вот запах примерно, как в старых таких избах деревенских. Не знаю, как его описать, очень похож на смесь тена, земли, к старости. Гнилой древесины и, знаете, тряпка. Так романтично пахнет. Дерная ручка, ручка. Если вы думаете, что у меня есть какой-то план, вы ошибаетесь. Я понятия не имею, куда я иду. Просто поворачиваю, куда больше нравится. Но это самое интересное, на самом деле, чтобы узнать город. Смотрите, как вы прелесть нашел. Это старый автомобиль мини, первая самая версия, если не ошибаюсь. У нее даже, по-моему, сверху, типа кабриолета, в общем, панорамная крыша открывается. Продолжение следует... Сегодняшнему дню даю вторую попытку, чтобы погулять, поскольку я промок насквозь. Вернувшись домой, я обнаружил то, что за окном нифига нет дождя уже. Тоже полностью заброшенное здание. Более того, даже окна с дверью замурованы. Странно, почему не реставрируют, либо они в таком состоянии уже прям совсем хреновым, потому что, в принципе, они иногда находятся между жилыми домами, которыми активно пользуются, с магазинчиками, с кафе. Я так себе себе представляю, если здесь немножко подморозит, прям вот минус один градус, здесь такой пипец начнется. Вот эта массеная дорога, она будет прям глазированная. Когда мокрая, идешь в кроссовках, кажется, что ты сейчас можешь поскользнуться просто и туда вот полететь вниз. Не дай бог, температура ниже нуля опустится. Это такое ощущение, что я попал не в тот район, в который надо было попасть. На ощущение, что я прошел 100 метров, буквально попал в другую страну. Другой мир, с другими какими-то кафешками, ресторанами, заведениями, и нет практически ни одного белого человека. Но кроме меня, конечно же, реальный самый белый здесь. Смотрите, как офигенно. Может, я что-то не знаю про экономическую ситуацию в Португалии на данный момент. Я знаю, что страна далеко не богатая, и в Португалии, кстати, шьется очень много брендов, потому что очень дешевая рабочая сила. Но что здесь с недвижкой, тем более в центре города, я, честно говоря, не знаю, но походу не так все хорошо, что очень логично. Сделал заключение, блин, экономист. Тут, блин, целая история просто. Смотрите, какие звоночки крутые были. И они закрыты, эти здания, в основном именно на цепь. То есть вполне возможно, потому что после того, как их, я не знаю, списали, грубо говоря, их уже какие-то службы определенные закрывали. То есть это не просто на замок дверь закрыта, а именно чуть ли не пробита дырка в двери и закручена цепь. Возможно, для того, чтобы бомжи там просто не селились. Просто бесплатный мандарин валяется. Нормально? Для русского человека, у которого мандарина ассоциируется исключительно с чем-то, что находится в лотке и в супермаркете, вот так вот мандарина на деревьях и валяющиеся под ногами, это, конечно, что-то... что-то невероятное. Мы арендовали машину BMW X2. Ни хрена не едет эта тачка. Просто педаль в пол нажимаешь, а она никак не реагирует, как холодильник просто бурчит. Чтобы арендовать машину, в Португалии, в Лиссабоне, по крайней мере, нужно заплатить... Мы в Сиксте арендовали что-то типа 500 евро депозит, и, собственно, вы получаете машину. Машина обошлась точеч чем-то баксов вместе с навигацией, с какой-то страховкой такой, что она покрывает вообще совершенно все, вообще любой ущерб, все что угодно. Может, машина делать, ее даже не осматривают, когда выдают. И, собственно, мы приехали в Синтру, сделали здесь уже три круга по городу. Я хочу кушать. Мы не разобрались с парковкой, решили за нее просто не платить. Мы не будем сегодня преступниками, потому что мы разобрались с этим терминалом оплаты. Нужно положить... Спасибо британским пенсионерам, они показали, как. Короче, там прайс, время и сколько это стоит. То есть можно оплатить хоть 10, хоть 15 минут, кинув определенное количество центов. То есть, собственно, мы оплатили 1 евро 40 центов, и у нас получается где-то полтора часа, если не ошибаюсь. Вот такой вот дают билетик. Билетик, как я понимаю, с отметкой времени, его нужно положить, ну, наверное, на торпеду, чтобы контролер видел. Короче, вот таким вот образом. Дешевле, чем в Москве уже получается, в разы причем. Полтора часа за евро 40 это 100 рублей, типа там с чем-то, короче, блин, вообще фигня вопрос. Приезжайте в Синтру парковаться, если вам в Москве дорого. Яночка, Ford Mustang какой откопала. Блин, какой пледик еще внутри. Офигенно. А где вы парковочный талончик? Я нахожусь на какой-то мини-площади в городе Синтро. Мы хотим найти дворец Пена. Честно говоря, даже не знаю, правильно ли мы направление приехали. Навигатор показывал, что еще достаточно нормально ехать, но мы увидели здесь какое-то скопление туристов, узенькие улочки, и решили здесь остановиться и посмотреть окрестности, потому что саму Синтро мы проехали уже, мне кажется, два или три раза. Дорога очень сильно петляет, навигатор не цепляется ко всем маршрутам, по которым мы едем, и поэтому мы давали круголя. Не очень удобно здесь ездить. Навигация местная, вот в машине, блин, в BMW, по крайней мере, она просто убогая. Я не понимаю, как устанавливать такие ужасные навигационные системы. Лучше Яндекс.Навигатора, по-моему, вообще ничего не работает. Нам опять запретили снимать этих сувенирчики. И нахер они нужны тогда, да? Честно говоря, я пока не знаю, почему люди так сильно восхищаются Синтро. То есть нам прямо описывали, что прям вот, блин, в Синтре вообще невозможно будет оттуда уехать, потому что прям вот супер все нереально. Ну, ну, просто, просто городок. Ничего нереального мы пока не увидели. Очень похоже на почтовый ящик, как в Лондоне практически. Мы приехали в самую крайнюю точку Европы, которая называется мыс Рока. Рока-макрофон. Очень красивые виды открываются, только они сейчас пока против света. Ну ладно. Короче, мы приехали на самую крайнюю точку Европы и здесь прикольно. Внизу волны бушуют. Здесь все от людей огородили, но люди такие, типа, а что это от нас огородили? Мы будем здесь ходить и вот аптывать на то мы и люди. Маяк, шикарно смотрится. Фига, там звук волн внизу. Зашпись. Офигенно. Блин, бесит, что мы здесь не одни. Я хочу быть сервингистом. Надо, короче, перелезать. Столько беспредельщиков и надо тоже так себя вести. Там можно увидеть прям круче все. Будь плохим парнем, пролезь. Ну так-то интереснее сто раз. Шикарно. Какие волны, я просто в шоке. Мне кажется, я даже не видел таких вот. Ну прыгай, я вещь подержу, ботинки здесь остаются. Винок, иди. Я хочу быть сомфером. Как красиво. Взять мышцы, столкнемся, да? Да. Марсианские такие породы здесь. Вот отсюда я точно фоточек привезу. Это просто охренительно красиво. Чтобы вы понимали, высота очень большая и волны вот эти внизу, они тоже достаточно большие. У меня есть один аккумулятор на это место и второй аккумулятор на следующую нашу локацию для коптера, как вы понимаете. Мыс Рока это самый западный мыс европейского континента. Мыс находится в 40 километрах западу от Лиссабона в 18 километрах от Синтры. На возвышении находится маяк, почтовое отделение, как это неудивительно, ресторан и магазин сувениров, где продаются свидетельства о посещении края Европы, то есть мыса Рока. Кстати, да, песочек с края Европы. Хорошо. Фарис, ты в своих этих чебурашках осторожней, пожалуйста. У них подошва-то есть? Знаешь, как мы в Хэмптоне спустырем? Блин, в Хэмптоне, вот блин, мы в Хэмптоне должны весной поехать. Фариска на краю Европы сейчас. Фариск, ты когда купаться будешь, можешь в воды бутылку набрать? Короче, я сейчас нахожусь на самой крайней точке Европы. Запомните этот момент. Короче, я сейчас нахожусь на самой крайней точке Европы. Запомните этот момент. Я уже запомнила. Я нахожусь на крайней точке Европы, давайте этот момент. Да-да-да! Открыть. Хорошо. Вот, как пожар. Короче, мы сейчас были на мысе Рока и буквально, не знаю, сколько ехать вообще. Следующий пункт назначения, место, которое называется Назарье. Это то место, где волны периодически достигают 30-метровой высоты. И там тоже есть маяк. Едем в надежде, что волны будут достигать хотя бы метров пяти. Есть какой-то сайт или какое-то приложение, где показывается ежедневный прогноз на вот эти вот волны в этом месте. И на сегодняшний день было метра 4, по-моему, 5 волны максимум. Хотя сейчас сезон больших волн. Наконец-то мы приехали в место, которое называется Назарье. Именно здесь. Не только Назарье, большие волны, как нам обещают, и маяк. Только вот я не знаю, в той ли я точке остановился или не в той. Уже вижу, что мы попали на смотровую площадку. Операция «Картошка». Операция «Картошки». Операция? Ну, грация только подходит здесь. Офигеть. Блин, ну волны, короче, они большие, но они прям такие большие, чисто для моря. Не повезло нам сегодня с погодой. Прям в штиль приехали. Надеюсь, вам повезет, если вы сюда приедете. Смотрите, вот, говорю, есть какое-то приложение специальное, либо на каком-то сайте. Можно посмотреть, какие волны. Либо серферское какое-то приложение, хрен знает. Обычно я такие виды с коптера снимаю. Блин, сюда тоже можно было проехать. Да, вот сам надо было приезжать, и вот места парковочные есть. Здесь на мысе Рока, в Лиссабоне, и вот во всех окрестностях достаточно тепло, то здесь прям вот прохладно. Я вообще фиг знает, как европейцы дожили до 2019 года. В туалетах практически, ну в большинстве ресторанов просто только холодная вода. То они закрываются в обед, то они заработают до 4-х. Магазины у них не работают. Вообще после 10 вечера, по-моему, блин, хрен найдешь магазин. Когда мы ехали из аэропорта, нам нужно было купить какие-то продукты. Мы заехали на БиПи, купили там в магазине какие-то поганые сэндвичи. То есть, блин, люди очень странно живут в современном мире тогда, когда в других странах, в других городах, мегаполисах жизнь кипит круглые сутки. Реально же на этом можешь зарабатывать деньги. Открой ты, блин, один супермаркет или сеть супермаркетов, которая работает 24 часа. Есть же люди, которые работают 24 часа. Либо те, кто работает ночью, кому хочется пойти и купить продукты, блин, 2 часа ночи, например. Вот по-любому свою аудиторию эти магазины найдут. Но почему-то не открываются. Типа, блин, вот мы в Европе, блин, поэтому живите все по этим правилам тормознутым. Очень странно. Не знаю, вот это меня, честно говоря, прям подбешивает немножко в Европе. В один ресторан мы сегодня утром сели где-то полдвенадцатого утра. Сели, нам говорят, а у нас только сэндвичи, кухня еще не открыта. Кухня открывается с 12 часов. Мы приехали в Назаре, заходим здесь в ресторан 4 часа вечера. А мы уже закрываемся, кухня уже закрывается. Зачем вы вообще существуете тогда? Это очень странно. Яшку оставили в кафешке отогреваться чаем. Сами пошли на... Фарис, собственно, с соревнованием по сёрфингу. Да, Фарис решил стать сёрфером, чтобы искупаться законно здесь. Ну, отсюда прям видны нормальные волны. Прям, блин, прям волны видны. Хоть бы сторон начался. Офигенно, волны. Сёрфер с головой оленя. Это реально сёрфер. Именно в Назаре толпа туристов приезжает со всего мира, чтобы увидеть самые большие волны в мире. Вот с той стороны вообще какая-то лагуна спокойная, а вот здесь вот настоящие волны. Да что, есть тут нибудь? Это первое, что тут едут врачки. Ну, врачки просто странные. Камер на правду, врачки просто странные. Именно в этом месте был поставлен мировой рекорд на самую большую волну, по которой едет сёрфер. Некоторые волны превышают 30 метров в высоту. Вы себе можете это представить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь офигенно, волны просто огромные. Но не такие, конечно, не 30-ти метровые. Метра 4, наверное, максимум 5. Но они тоже впечатляют. Мне вот как написали в комментариях, что такие волны тоже будут прям офигенные, и они реально крутые прям. Фариска первый раз увидела такие волны большие, да? И вот примерно такие же волны были большие в Кэмптоне, когда мы были на Монтокском маяке. Хотя, не, блин, здесь реально побольше, наверное, немножко даже. Лучше с утра прям сюда приехать, чтобы можно было спокойно посидеть, по берегу погулять, чего сейчас прям не хватает как раз. Потому что уже темнеет очень быстро, нам нужно дойти до машины и вернуться. Хочешь сегодня машину взять, чтобы не искать парковку потом. Смотрите, какая здесь лестница есть. Смотрите, какая здесь лестница есть. Мне подписчица рассказала в Инстаграме, что вот на этом месте можно очень классные фотографии делать, потому что здесь периодически, если подгадать волну, прямо вода подлетает вверх. Очень круто. Фарис, а то я тебе могу сейчас как бьюти сфотографировать, смотри. Офигенно. Пьяно дней моих. Это просто офигительно. Я ничего красивее в жизни, по-моему, не видел. Вы просто обязаны приехать сюда и как можно на большее количество времени. Сейчас Фариску будет сносить. Идеально. Пойдем быстрее теперь греться. Обратно не так интересно уже, как сюда. Блин, отсюда реально не хочется уходить. Я бы здесь остался просто сидеть до ночи, провожать закат. Непередаваемая словами. На видео даже на 10% не прочувствуете вот эту мощь. А это жалко. А снизу такая гималайская соль. Словами не описать, как говорится. Умеешь ты людей привлечь как-то сюда. Покупай билеты. Фариска убедила. Если на улице происходит какая-то неведомая фигня, значит, где-то рядом жарят каштаны. Выглядит это иногда очень стрёмно. Мы сегодня дома занимаемся работой, потому что Яна приболела немножко. Поэтому она вчера с нами в Назарене была на побережье. Сейчас Яна лечится. Я надеюсь, дня ей хватит для этого. Я выбрался опять погулять, что-то пофотографировать, соответственно. И посмотреть еще город с тех ракурсов, с которых я его еще не видел. Самый неприятный момент сегодняшнего дня то, что у меня сваливаются штаны. В прямом смысле этого слова я взял с собой джинсы, которые очень такие, очень свободные. Сверху, по крайней мере. Магазины в основном сувенирные, и там я не могу найти ничего похожего на ремень. Либо какие-то женские магазины типа с надписью фэшн, но выглядит это очень комично. Я уже готов чем угодно, хоть веревкой какой-нибудь подвязаться, лишь бы их постоянно не подтягивать. Прям жопа слезают штаны. Это ужасное чувство. Если прямо говорить, то меня Лиссабон не очень впечатлил как город. И в принципе, вот городки, например, Синтера, в которой мы были вчера, и все остальные городки, они, на мой взгляд, очень сильно уступают тем же городкам, похожим на юге Франции, например. В каком-нибудь даже брать Коньяк, какой-нибудь, блин, да старый город Ницца. Все что угодно. Там намного как-то красивее, так это все и немножечко посказочнее. Здесь старина, разруха и беднота. Вот это вот первая ассоциация. Единственное, на чем это все выезжает, это, во-первых, ландшафт, а во-вторых, то, что здесь достаточно большое разнообразие вот этой разрухи, поэтому все вместе получается достаточно интересно. Я ищу какой-нибудь стрит-арт для нового раздела на сайте Hollow Gallery. Фотографирую всякие прикольные окна и двери. Опять же, для этого, потому что такие вещи, на мой взгляд, очень прикольные в интерьере будут смотреться. Ну, по крайней мере, в каком-то интерьере. Не упускаю такой возможности, плюс это, опять же, интересно. Самое большое впечатление в Португалии на меня произвел, во-первых, мыс Рок, это самая крайняя точка Европы, где мы были вчера. Но, к сожалению, там достаточно малые материалы, я как-то отснял, но, опять же, я насладился по полной программе вот этой энергетикой. И, конечно же, на заре. На заре это, по-моему, место номер один вообще в Португалии. Каждый раз, когда я вижу этот трамвайчик, у меня какие-то детские эмоции, типа, вау, какой клевый. Как ретро-автомобиль какой-нибудь. Вы видишь на дороге, например, Победу, какую-нибудь старую Волгу, думаешь, блин, какой кайф, какая же красота. Вот умели раньше делать то же самое с этими трамваями. Когда современный какой-то едет, думаешь, блин, вообще как гроб какой-то. А вот это прям произведение искусства. На всех трамваях реклама в основном напитков. Это либо алкоголь, либо безалкогольные напитки, например, Кока-Кола. Вот трамвайчик Кока-Кола смотрится прям очень круто. На мой взгляд, это прям лучший брендинг. Видите, один поехал с алкоголем, и второй едет с рекламой вина какого-то. Мы дошли до лифта уличного, в который многие советовали подняться. И там вид на город, как я бы панорамный, красиво открывается. Ну, во-первых, у нас красивый вид панорамный из окна наших апартаментов. А во-вторых, здесь не фиговая очередь. Фариз сказал, что ученик Эфеля проектировал этот лифт. Якобы. Якобы. У меня после мороженого... Ходят слухи. Нет. Да, потом я где-то читала, что нет, это неправда. А вдруг еще в третьем месте, да нет, это правда. Есть вероятность, что проектировал эту фиговину ученик Эфелю. Это очень похоже на Эфелеву башню. То есть, по сути, сверху находится как будто этаж Эфелевой башни. Но мы не из тех людей, которые готовы... Так, что эксперты по архитектуре все-таки после своего исследования тщательного установили, что лист Анто Жушта в Лиссабоне является детищем ученика Густова Эйфеля. Спасибо. Экспертное сообщество в лице меня и Евгения Ферста. Короче, вот эти все люди, которые там стоят, это все очередь туда. Не очень-то и хотелось. А вот здесь Starbucks рядом есть, если что. Вот туда мы пойдем, если очередь будет. Кому в Starbucks очередь мешала? Надеюсь, есть матч Лата здесь. Ну что, осталось 4 дня, включая сегодняшний день для того, чтобы посмотреть Лиссабон. С погодой нам что-то не очень везет, как вы видите. Опять пасмурно, опять периодически капли какие-то летят. Очень хочется доехать в Назаре вместе с Яной, потому что Яна так и не спустилась туда. Я очень хочу, чтобы она это увидела. Смотрите, как растут лимоны. Вот оно, просто дерево. Здоровые лимоны. В каждом городе, где мы не бываем, где растут лимоны, я каждый раз так удивляюсь. Типа, блин, лимоны, ела-пала, почему они не в чае, а на дереве растут? Кто их туда вообще повесил? Знаете, чем проблема глупых людей? Потому что, когда умные и талантливые рисуют что-то красивое, глупые подходят и считают своим долгом, добавят туда какую-то свою изюминку. На хера, спрашивается. Прикольно, когда граффити выглядит, как искусство. Это прям красиво. Особенно вот такое неприметное подворотне. То есть, ну сейчас шел бы по обычной подворотне, не так было бы, конечно, прикольно. А когда это все так оформлено, интересно. Это прям интересно. Я направляюсь в тот райончик, где находится этот лифт от ученика Эфеля. Оттуда, от этого лифта, я вот в другую сторону не ходил. Хочу за этим лифтом посмотреть райончик. Здесь прям как будто боевые действия какие-то были. И после боевых действий просто город. Кто-то приехал обратно жить, кто-то не вернулся. Вот как-то вот такие здесь впечатления. И знаете, многие магазины здесь с зелеными такими ценниками. Мне очень напоминает это наши магазинчики, которые в окрестностях деревни нашей находятся. Там тоже очень любят на таких ярких стикерах писать цены. Это так по-деревенски, по-своему выглядит. Колхозненько так. В Лиссабоне офигенное радио. Есть радио, которое называется Мега Хит. И на этом радио транслируется очень офигенная подборка музыки. Я нашел онлайн, добавил все закладки на первое место. Теперь, когда в Москве буду работать, обязательно буду включать это радио. Сам не ведая того, я пришел в Time Out Market, который очень рекомендован. Был многими подписчиками для посещения. Это место, где, как я понимаю, можно купить, наверное, продукты и поесть. Давайте посмотрим, что внутри. Это, короче, как Москве Депо, сочетский рынок и подобные заведения. То есть это частично рынок, а частично это различные фудкорты. Я, как интроверт, ненавижу такие места. Мне кажется, что я где-то ем посреди футбольного матча в такие моменты. И мне это не очень комфортно, поэтому я таких мест избегаю, даже если говорят, что там очень сильно вкусно. Но есть только в компании, в какой-нибудь, и у тебя нет вариантов. Я на какой-то площади. Здесь на фоне меня местный Юрий Долгорукий. Ну, ничего, короче, дворцовая площадь. Я иду дальше искать уличных художников. Ёлочка стоит уже. Я не очень люблю такие массовые туристические места. По-моему, на мой взгляд, они все одинаковые. В каждом городе, в каждой стране стоит какой-то памятник, какой-нибудь фонтан, арка. Вокруг него трется дофигища туристов. Надпись на непонятном языке. И хрен ты пойми вообще. Зачем ты сюда пришел, если есть столько реально интересных, красивых улочек? Это очень странно, то, что сюда приходят люди. Не понимаю я этого. Честно говоря, в плане стрит-арта не густо. То есть я больше здесь какие-то двери и окна фотографирую. Как же меня все-таки радуют вот эти вещи. Вещи в прямом смысле этого слова. Просто сушатся на веревке полотенца различные. Это прям повсеместно здесь происходит. И это добавляет какой-то аутентичности этим улочкам. К Рождеству уже веночек украшен. Белишко сушится. Окошко, смотрите, какое. Там, блин, еле голову просунешь через него. А люди умудряются белье вешать. Вон балкончик маленький. Такие походы квартиры там настолько маленькие, что там просто физически невозможно где-то разместить какую-нибудь сушку. Поэтому вот даже здесь первый этаж. Блин, смотрите, от земли метр, блин, практически. И сушечка с роликами. Вот через это окошко, походу, это все вешается. Удивительно. Удивительно маленькое все. Мне страшно представить, что там внутри. То есть смотрите, дверь, окошко, дверь, окошко. Это прям вот такие, походу, комнатушки. Я даже не знаю, как это назвать. Смотрите, размеры. Здесь второй этаж и есть, все окей. Но в основном и второго этажа-то нету. Кактусы, смотрите, такие на входе. Суши, бись, плиточки. Просто немножечко белишко кто-то простернул. Дожди, блин, постоянно дожди. У нас предпоследний день в Лиссабоне. И только первый съемочный день. И то сейчас идет дождь. Не факт, что у нас нормально получится поснимать. Ай, ты такая вся, дольче гаван. А вокруг одни бомжи, шурму готовят. Мне, например, вот сейчас после этого спуска Лиссабон понравился капельку больше. И когда ты идешь не по большим улицам, вот сейчас, например, это большая улица в Лиссабоне, чтобы вы понимали. А по совсем маленьким крошечным домам они такие какие-то колоритные очень получаются. Потому что дома покрашены в яркие цвета. На самом деле, вот ты сейчас увидела. Я на просто первый раз прошла по маршруту, где один дом покрашен в ярко-желтый цвет с пальмами. Я его уже фотографировал, я здесь проходил. И вот он очень впечатляет и заряжает на любовь к Лиссабону. Мы зашли в магазин, который называется Фабрика Дената. И вот так вот выглядят паштельки, когда они еще до духовки. А после духовки, соответственно, вы уже видели их в 100 раз. И вот так вот они выглядят уже в готовом виде. Это наш душ. А вот этот вот из душа такой закат офигенный. Ну да, вот ради этого вида, конечно, стоило приезжать в Лиссабон. Утро начинается уже по традиции с местных наркотиков паштель Дената. Сейчас 9, но я думаю, что они еще теплые. И самый кайф их есть, когда они прям такие свежие. Это прям самый вообще топчик. Я не в комментарии, одна девушка написала в первый день нашей поездки. Ребят, вы все, на них подсядете, каждый день будете есть. Яна такая, да не вы что, мы просто один раз попробовать. Мы уже наелись, мы все, больше не будем. Она такая, ага, посмотрим. И вот мы вот это вот, ага, посмотрим, вспоминаем каждый день, когда мы их едим. Причем день начинается с того, что мы их едим утром, вот как сейчас на завтрак. 9 утра прям, ну нормально, окей. Я им прямо вот сейчас позавтракаю и даже больше ничего на завтрак не буду покупать. Но потом мы 100 бытово их поедим еще в обед. Потом еще, возможно, на ужин, потому что сегодня последний будет ужин. Поэтому очень опасная штука. Я очень рекомендую настоятельно пробовать вот эти паштель Дената в самом конце вашей поездки. В Москве я даже не буду искать, где они продаются. Хотя говорят, все, в кофе они есть там и так далее. Даже смотреть не буду. Но они очень неприметные. Если не знаешь, что это, если не попробовал, то, скорее всего, ты в жизни внимания на это не обратишь. Даже если бесплатно тебе будут это раздавать. Вот таким черпачком вы их сюда вот выкладываете и накладываете в пакет. 12 штук так-то взял с подстраховочкой. У нас все-таки получилось самый последний день нашей поездки. Поехать еще раз в Назаре. Это просто невозможно было не сделать. Второй раз. Мы второй раз приехали в Назаре. Последний день сегодня у нас получилось. И здесь сегодня просто адский ветер. В первую жизнь из головы у меня сдула шапка. Шапку сюда берите из овчины, не меньше. Сюда нужно брать шлем. Смотрите, как здесь классно. Есть кусок юты практически. Как будто это каньон Антилопа. А вот здесь есть небольшая пещера, в которой собирается огромное количество пены. Вот это вот все белое, это все пена. Можно пенную вечеринку прямо здесь устраивать. Диджейский пульт ставить. Конечно же, здесь мангальчика не хватает, как вы понимаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, как солнышко красиво. Спасибо, что подсказала кадр. Самое главное здесь, в котором мы должны побывать в Португалии. На этом все. Откланиваемся. До новых встреч. Не забывайте лайкать, пожалуйста. Мы сейчас в костюмах. Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно сюда приезжайте Не ленитесь, приезжайте сюда рано-рано утром Насколько возможно рано проснуться И приехать сюда настолько и приезжайте Потому что вам в любом случае этого будет мало Ну а что жирные чайки? Фига ты смелая Ну типа я же у тебя в гостях, да? Здесь находится смотровая площадка Можно здесь прогуляться вдоль И собственно посидеть вот на этой лавочке Подняться вот на это смотровое место И открывается вот такой вот офигительный вид Очень низкий кстати заборчик Очень стремно здесь стоять Волшебно Вот это как раз город, который называется Назария Спасибо, что смотрели этот влог Вам судить какой он получился Я честно говоря не знаю Старался снимать как можно больше Информации у меня было минимум Потому что Фариза мне помогла собрать факты О Португалии и о Лиссабоне в частности И факты получились в основном исторические Вот что значит Фариза закончила МГУ И историк по образованию Молодец Фариз, спасибо тебе большое Для меня это очень сложный факт Даже для того, чтобы повторять Поэтому про Португалию увидели просто наши эмоции Наши впечатления Единственное моё сейчас опасение Блин, чё ж со звуком это сейчас интересно Чего? Расскажите, аль поделись впечатлений Потому что наверное не слышно ничего было Давайте Ну просто всё что угодно Подытожим поездку Ну Ёб твою мать Жень, мы тебе там столько всего рассказали А ты сейчас говоришь Почтуйтесь впечатлениями, пожалуйста Там ничего не слышно было Хорошо, колокольчик купили? Нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok